МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Здесь жить нельзя". Березняковская администрация подала исковое заявление в суд о выселении семьи, проживающей в квартире с превышенным содержанием формальдегида. Готовы ответить на вопросы? В Березняках работает штаб по переселению из аварийных домов. Уличный театр, парад колясок и, конечно, фейерверк. Соликамск отметил свой день рождения. Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Начну выпуск с шокирующего случая. Сегодня стало известно, что вандалы устроили погром на городском кладбище. Осквернены более десятка могил. Такого работники кладбища еще не припомнят. Вандалы опрокинули 12 памятников. Девять могил были разорены на территории нового кладбища за теплотрассой и еще две при въезде на кладбище. Управление благоустройства города уже обратилось в полицию по факту вандализма. Сейчас благоустроители пытаются связаться с родственниками тех, чьи могилы осквернили. Обнаружили эти 11 фактов. Территория кладбища большая, больше 100 гектаров. Не факт, что сейчас на момент известны все случаи. Дело в том, что если кто обнаружит такие факты на захоронениях своих родственников, прошу обратиться к смотрителям кладбища. Они всегда здесь на месте. Обратиться с соответствующим заявлением. Дальше будем разбираться. Напомню, в предыдущих выпусках мы рассказывали, что в этом году в планах у администрации города оградить забором лицевую часть кладбища. Тогда въезд на его территорию будет ограничен. Возможно, такие меры хоть как-то защитят кладбище от варварских актов вандализма. Ядовитая проблема. Администрация города подала исковое заявление в суд о выселении семьи Мотиных-Пономаревых из квартиры с превышенным содержанием формальдегида, что в микрорайоне Усольский-2. Семья с таким положением вещей не согласна. Все подробности у Михаила Якунина. Довольно-таки кардинальные изменения. Практически в тот же вечер, в который была проверка, и вы ее фиксировали на видеосъемку, уже в дверях квартиры получили извещение о получении повестки в суд. Напомню, после того, как семья Мотиных-Пономаревых переехала в квартиру с превышенным содержанием формальдегиды в микрорайон Усольский-2, прошло полгода. Несколько дней назад специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку с целью узнать, на самом ли деле в формальдегидных домах проживают люди. Сразу после посещения комиссии городская администрация приняла решение выселить беспокойное семейство через суд. Владимир Пономарев возмущен таким решением. Мы по каким-то этим законам обязаны выселиться из нашей собственности, которую мы занимаем на законных основаниях. Мы вдруг должны выселиться в маневренное жилье, в многоэтажку, в помещение дома номер один. Владимиру и его семье предлагают переселиться в квартиру большей площади, но пока непонятно, на какой срок. Насколько законны такие требования? С этим вопросом мы обратились к юристу. Ситуация, конечно, тут двоякая, потому что к иску не был приложен акт межведомственной комиссии, но опять в исковом заявлении сказано, что дом признан аварийным. Но если так все есть, я думаю, что должны выселить людей в маневренное жилье. Маневренное жилье – это временное жилье, ну а дальше будет разрешаться вопрос, видимо, о предоставлении либо другого помещения жилого, либо денежных средств. Окончательную точку в этом деле поставит суд. К слову, его заседание состоится уже в конце августа. Михаил Якунин, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. И важная информация в продолжении жилищной темы. Для жителей двух аварийных домов по адресам Мира 38 и Свердлова 110 работает штаб для оперативного решения вопросов, возникающих в связи с переселением. Штаб работает по вторникам и субботам в школе номер 28. Часы приема во вторник с 17 до 19 часов, в субботу с 10 до 12 часов. Кроме того, в рабочие дни недели с 9 утра до 5 вечера, в пятницу прием сокращен на 1 час, специалисты городской администрации по правовым и жилищным вопросам проводят прием граждан в Управлении имущественных и земельных отношений по адресу улицы Карла Маркса, 50, кабинет 12. Также жители расселяемых домов могут получить необходимую информацию по телефону 23-37-54, а также в часы работы штаба по телефону 8-919-461-0061. Продолжу выпуск. Проезда нет. В нашем городе комиссии по безопасности дорожного движения принято решение о закрытии движения транспорта по внутриквартальному проезду мимо школ под номерами 15 и 28. Напомню, за текущий год возле этих учебных заведений под колеса автомобилей попали двое детей. В одном из ДТП пьяная девушка на ВАЗовской девятке не справилась с управлением и сбила беременную женщину и ее четырехлетнюю дочку. От полученных травм малышка скончалась. Чтобы подобные трагедии больше не повторялись, сотрудниками ГИБДД и Управлением благоустройства администрации города было принято решение сделать эту дорогу безопасной для пешеходов. Сейчас здесь установлены ограждения и соответствующие знаки. На работы потратят более одного миллиона рублей. А на улице Пятилетки появилась новая остановка. Строители оборудовали заездные карманы и установили знаки «Остановка общественного транспорта». Пассажиры наверняка оценят нововведение. Раньше жителям жилого массива, расположенного между остановками площадь первостроителей и Уралкалий, приходилось либо не доезжать до своих домов, либо проезжать мимо них, а затем возвращаться обратно. К слову, расстояние между остановками было более километра. Напомню, ремонт Пятилетки начался еще прошлой осенью. Благоустроители планируют официально открыть дорогу буквально на днях. И скорее всего тогда у новой остановки и появится имя. Сегодня депутаты городской думы вновь собрались на заседании комиссии по экономической политике. Повестка дня была на редкость коротка, но были темы, которые вызвали бурное обсуждение. Послушал депутатов Михаил Якунин. Одну из первых обсудили тему с реконструкцией стадиона Аграхим. За время ремонта уже многое сделано. Демонтированы трибуны, закуплен искусственный газон и резиновая крошка для беговых дорожек. Но спорт-объект ожидает еще один глобальный снос в этом году. На сегодняшний день ожидает, ну уже в принципе готова аукционная документация. Просто пересчитывали смету в третий квартал 2013 года. Готова документация на демонтаж частных гаражей, которые расположены в западной части стадиона. Далее депутаты выслушали информацию о реализации на территории проекта города краевого закона о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию. Несовершеннолетним, согласно этому закону, запрещено появляться в барах, клубах и других заведениях без сопровождения взрослых в ночное время. С начала года таких маленьких нарушителей поймали уже немало. На 1 августа 2013 года на территории города Березники в вечернее и ночное время в общественных местах выявлено 40 несовершеннолетних. Составлено 35 протоколов по статье 2.29.1 закона Пермского края об административных правонарушениях в отношении родителей, выявленных несовершеннолетних. Административные протоколы для привлечения родителей направлены мировым судям. Следующие обсудили тему о замене остановочных комплексов. Работы идут не по графику, с небольшим опозданием. Современные навесы уже начали появляться на улицах. Их пока 14. В планах замена еще 8. Основная причина задержки – это нерасторопность владельцев старых остановочных комплексов. Мы предлагаем демонтировать самим владельцам. Они говорят, да, мы сдемонтируем. И тянут, тянут до последнего, пока мы уже с управлением по распоряжению муниципальной собственностью и судебным приставом не выходим и не демонтируем это сами. Также на комиссию вынесли вопрос о ремонте дорог в городе. В этом году было отремонтировано 3 больших участка. Два уже сданы. А вот улицу Пятилетки приемка еще только ожидает. Так как сейчас подрядчик дает гарантию на свои работы 5 лет, у депутатов возник вопрос. Что в течение этого срока гарантии должен сделать подрядчик, если он, конечно, не убежит куда-либо, да? По словам Ларисы Хомутовой, каждую весну вместе с подрядчиком они вместе будут искать недочеты. И если такие обнаружатся, то строители за свой счет будут выполнять ремонт. Мы должны сменять бордюры, зачище у нас. И действительно, после зимы многие бордюры оказываются разбитыми. Их просто во время уборки снега цепляют грейдеры. Благоустроители заверили, что и их ремонт будет выполняться за счет тех, кто выломал бордюрные камни. Но и в завершении заседания глава города Сергей Дьяков сделал объявление. Сегодня на краевом уровне рассматривается вопрос об открытии в Березняках медицинского вытрезвителя. Если там будет принято положительное решение, выпивок больше не будут возить в больницы. Михаил Якунин, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Соликамску 583 года. Эту некруглую дату в городе отметили с размахом. На улицах выступали артисты театра Пантомимы, молодые мамы презентовали парад колясок, а баскетболисты организовали спортивный фестиваль. Празднование Дня соляной столицы в нашем сюжете. Одними из первых любимый город с днем рождения поздравили его самые маленькие жители, которые еще пока не научились говорить. Их гордо везут в необычно оформленных колясках счастливые мамы и папы. Парад колясок проводится в соляной столице уже третий год. Вот по площади проходит шумный цыганский табор. Рядом на взлет идет юный пилот Тема. В гости на парад приехали даже гости из Простоквашино. Но строгое жюри отдало первое место этому дружному экипажу скорой помощи и, возможно, будущему доктору Максиму Лыткину. Мы хотели подчеркнуть значимость профессии врача и решили сделать такую коляску – карету скорой помощи. Ну и мечта-то у нас, конечно, чтобы кто-то из наших сыновей стал будущим врачом. Почему? Ну, потому что это очень важная профессия. Соликамцы – народ не только креативный, но и спортивный. Прямо на Воскресенской площади соревнуются в мастерстве юные баскетболисты. Акция «Баскет Стрит» – подарок горожанам от компании «Уралкалий» главного спонсора Дня города в Соликамске. Кстати, такой же праздник в эту субботу пройдет и в Березняках на площади у Дворца Металлургов. Организаторы очень ждут заявок участников. Гири, которая весит 50 килограммов, играючи одной левой, а потом правой, справляется тяжеловес Алексей Карачев. Говорят, столько в старину весил мешок с солью. Соликамские мужчины – самые сильные, утверждают участники силового состязания. У нас очень много ребят занимается спортом, пауэрлифтингом. И очень сильные ребята показывают феноменальные результаты. И так что, то, что занимаются много ребят, это говорит о том, что вид спорта очень популярен, а силовой экстрим тем более. Море радости и фонтан эмоций соликамцам подарили приглашенные на праздник артисты из театра «Пантомимы Марсо» из города Перми. Но сами жители соляной столицы не менее талантливы. Вот, например, юные фигуристки выписывают пироэты на роликовых коньках. А на главной сцене целый день жители и гостей Соликамска развлекают творческие коллективы города. Не влюбиться в Соликамск в этот день невозможно. Я люблю город Соликамск, потому что это хороший, чистый, добрый город. Я люблю Соликамск, потому что я первый раз сегодня сюда приехала, мне очень понравилось. Мы впервые здесь, в этом городе. Я люблю Соликамск, потому что я здесь живу с мамой и с папой. Кульминацией праздника стало выступление популярной группы «Пропаганда». А после концерта артисток «Ночное небо» на Соликамском озарили брызги праздничного салюта. Евгения Кокширова, Лев Собуров, новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие. Вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет климат-маркет, технологии климата. Все для системотопления в наличии со склада в Березниках. Котлы, насосы, трубы, радиаторы и многое другое. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету Агроснаб. Спонсор прогноза погоды магазин сумок максимум. Только у нас широкий ассортимент портфелей. Сумки для школьников и студентов. Действует гибкая система скидок. В среду север Придуралья зацепит атмосферный фронт, из-за чего облачность уплотнится и кое-где возможно брызнет слабый дождь. К югу же фон атмосферного давления будет повышенный, благодаря чему здесь вновь солнечно и сухо. 21 августа в Перми переменная облачность без существенных осадков. Плюс 23, плюс 25. В Александровске плюс 22, плюс 24. Облачно с прояснениями без существенных осадков. В Губахе облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и плюс 20, 22 градуса. В Кизеле 21, 23 тепла. Облачно с прояснениями без существенных осадков. В Соликамске облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и плюс 21, плюс 23 градуса. В Березниках 21 августа облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. 21 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена центром ФОБОС. Вы должны знать. Цена радиатора 210 рублей секция. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2, территория Агроснаб. Портфели, портфели, много портфелей, а также сумки мужские, клатчи, ремни, чемоданы. Подготовь своего ребенка к новому учебному периоду по максимуму. Ждем вас по адресу Березники, Карломаркса 51, напротив магазина Спортмастер.